защищать государственные интересы в украине военным способом методом как и американцы в ираке или в сирии или в афганистане или вьетнаме или в гренаде какая-то опасность была со стороны украины конечно разжигали ненависть против россии разжигали национализм на основе нацизма бандеровцы бандеровского у него в конституции было написано что она является нейтральной страной но по факту с 2008 года ее готовили чтобы она вступила в нато начали в четырнадцатом году побить своих людей дан донецке и луганске собственно россия пошла чтобы закончить это все чтобы совсем закончить чтобы она подписала нейтральный статус все-таки чтобы не стала в нато уходить чтобы не разжигал ненависть против россии не отказывался от своего прошлого советского прошлого и всего остального суверенным государством а может хочет покажется хочет будет придерживаться он если она соседствует с государством который будет угрожать национальную безопасность то это государство будет все чтобы защитить свои государства это уже другое это вы знаете прекрасный пример могу вам привести если вы знаете историю учили двадцатого века и был такой кризис как карибский кризис назывался вы помните конечно помню где американцы в турцию просто понятно когда советский союз в этом огромная безопасность была для целой страны собственно сейчас тоже самая ситуация в украине пытаются поставить базы там ракеты могут поставить если на вдруг войдет состав собственно предположим такого не положим украина вступила бы в нато ее приняли бы и как бы это угрожало бы россии какие-то будут ставить разжигать ненависть украину использую для того чтобы россию ослабить все собственно россия же она государство которое имеет ядерное оружие это обреживающий потенциал даже если в округе будет все в нато мне кажется никто не не поплет на россию потому что у если вы помните в начале 20 тем более сейчас вот путин когда в позапрошлом году анонсировал новые какие-то ракеты ракеты космические корабли что он которые могут менять лазер лазеры какие-то вот эти вот этим более и миражей самый первый в россии когда вы помните до 2008 года россия даже сотрудничала с нато был такой саммит каждый год проводился россия нато помните да я даже знаешь как попросился туда в нато тоже в это разницу конечно знаете что происходило был такой договор который подписывал еще горбачев и по моему рейган насколько я помню договор о сокращении ядерного оружия сокращение оружия и всего остального назывался по модели смд или как-то так назывался сокращенно первый кто вышли из этого тарисом до этого договора были американцы первый кто факт эффективно начал критиковать россию в ее политике экономики всем остальным были американцы потому что 2008 году и мне понравилось что в мюнхене путин начал рассказывать что соединенные штаты являются империалистическим государством чтобы активно захватили почти весь мир у них военные базы находится во всем мире буквально надо сделать все чтобы из их влияние немножко вылезти когда он это употребил это слово американцы сразу же начали против путина воевать поля начали войну против и до сих пор это война идет и американцы используют украину я извиняюсь использовать сейчас я закончу будет использовать будущем грузию может быть еще казахстан будет использовать чтобы россия все время рядом со своими соседями там все время отвлекалась таким образом враг может нанести такой со спины вы чего опасаетесь россия чего опасается россия просто не хочет чтобы ее соседи не превращали их не превращались в ее врагов которые нет ну допустим они все превратились во врагов и что ну и что с этого то россия все может распасться это против противоречит государственным а как она распадется а вы думаете хорошо иметь врага рядом с собой сосед мне кажется кроме кроме казахстана и соседи и соседи только казахстан и есть одна и один единственный друг друг да не согласен я стал с вами не согласен китай да там еще китай здесь то есть в монголе достаточно нейтрально относится к этому но сотрудничество к бизнесе ничего для ничего личного нет они кажется даже вы не правы кита еще может какое-то оружие предоставлять россии россия может быть оружие предоставлять и китай на тарасе есть даже военный по-моему союз есть между китаем и россией какой-то военный союз есть так я точно знаю что он возник тоже не изучал китае нужна россия потому что китая хочет забрать себе тайвань а собственно когда она удел же делом это дело будет делать военным плане если пойдет то вы же знаете что китай после второй мировой войне еще ни разу не воевала собственно опыт войны у нее нету собственно ей понадобится помощь россии чтобы свои планы как-то выполнить собственно китае очень друг другу они эффективные россии нужен китай китая нужна россия друг еще не дай ларусь вы забываете все время при беларусь который является важным беларусь мне кажется это уже все россия но это украине тоже россии но почему-то вы украине что не сувереном государь на украина нет в чем равен но государство убил я далась президент и украины законы конституции свои правила и границы между беларуси и россии присутствует то же самое с украина нет но вы украине считайте россия белару считать у россии нет не считаю россии но это братский народ это суверенное государство поэтому надо давайте еще скажем соседа друг который у нее есть армения достаточно сложная пошли сейчас армении азербайджан есть сотрудничество с азербайджаном россии тоже сильно есть друзья не слоняй виде но с того момента как россия перестала поддерживать армию в плане карабах вы знаете что армения сама признала карабах азербайджанским а зачем должна россии помогать если и так разобрались карабахским вопрос если армения сама признала карабах азербайджанским в чем должна разобрать после чего признала когда она не после того как опять начались конфликты чувствовала поддержку от россии поэтому слушай ну и уже деваться некуда просто путин собрал олива и пашиняна с ними договорился с обеими и не договорились по поводу карабаха закрыли вопрос после того как это случилось пашинян начал обижаться на путина почему-то сам путин даже говорил что пашинян сам признал карабах азербайджанским почему он сейчас возмущается не огня на пашиняна можно понять почему как почему он может мог не признать почему он это сделал кроме того отношения между армении россии достаточно тоже пока что стабильно потому что в армении находится российского и мы выходом в экономическом плане до в экономическом российского и на базе зима находится в армении есть таджикистан узбекистан недавно рахман тоже приезжал к пучу извиняюсь ложка в нем ставка деливая а вас как как устафа зовут мустафа курок я почти по национальности у меня даже такое имя восточная а вас как зовут алимжан очень приятно в россии много я как я в самаре башкирский язык знаю совершенство владеть до совершенстве владею общаюсь с родителями а так больше использую русский язык не буду это это понятно это понятно это международный язык мы с вами понимаем с ударами общаюсь бурятами общаясь русскими общаюсь который используется в снг странах так вот по поводу друзей россии у друзей много россии россии много друзей сейчас россия расширяет свои сотрудничество с африканскими странами вы можете посмеяться африканские страны но у них огромный ресурс за счет европы даете на этом китайский контингент там не зря находится до китайский российский контингент и там действительно находится плюс юар союзник россии бразилия союзник россии кто там индия северная корея это понятно иран у индия рассказал что ладускарами арабские эмираты китаю нельзя доверять вам казалось бы что друзья там что-то поставляет а на самом деле это я не друзья я не говорил что друзья не союзник китай китая только свои интересы это вот себе сидеть какие а назовете мне какие-то статьи или высказывание каких-то официальных лидеров китая который что не заберете я как-то видел снова снова к канала китайского был репорт не репортаж брали интервью какого-то китайского генерала и китайские естественное не понимаю и там в общем показывалась карта карта как территории вот эти вот российские территории которые раньше принадлежали китаю и их желательно как-то мирным мирным образом каким-то знать и вернуть себе я не думаю были территориальные претензии китаю еще к советскому союзу это хорошего меры методом как-то вернуть для себя это неправда у китая официальных реальных претензий красиво общение не конечно конечно только есть единственный территориальный претензий к россии это курильские острова до сих пор пытаются до курильские острова забрали хуйный но раз и место для бы пытался это его цель была так он россия ничего не отдаст буду китай же я с вами сибири он не имеет претензий себе и китай своих земель много запад западная часть китая вообще почти не заселена 80 процентов китайцев живет именно восточной стороне где-то не беда тибетский горы тибет и территории тибет вообще не заселены китае весь населен мы тебе там в горах хочу им вазит большинство населения китайцы живет восточной стороне не запад собственно китай нету территориальных претензий к сибири поэтому кита нельзя доверять то это как полноценное государство которое защищает свои договоры сложные интересы но сейчас выгодны выгодные отношения между россией китая они друг другу нужны и китая и россия вместе это гарантированный крат западом ты все россия ну как она россия для китая так как рынок дополнительный рынок вам не друг другу помогать у них есть общий брат потом вот вы говорите торговые войны идет с западом с китаем а в военном плане войны холодная война идет с россией и западом устафа вот вы опасались что украина войдет в нато там будет у них интеграция с европой она присоединится к европейскому союзу и казалось бы да вроде бы опасались все делали так чтобы этого не происходило но тут же параллельно швеция входит в нато по поводу европейского союза украины по поводу европейского союза и украины ничего не говорил я просто говорил про нато я думаю что россия не имеет никаких претензий окон с евроинтеграции и началось же все это не север интеграции началось там ура началось от того что януковича европейского союза началась и через некоторое время европейский рад уже позже началась при порошенко а по поводу швеции о том что она вступала в нато смотрите швеция не при янукович это все происходило сначала дал янукович да не потрясал веры евроинтеграции вы говорите что с евроинтеграции все это началось но он не подписывал ничего нет я имею ввиду этот старт финляндии вступили в нато давайте вот смотрите второй мировой войне и швеция и финляндия были на стороне или правильно и когда советский союз победил все-таки в союзе с американцами англичанами и финляндия и швеция были достаточно плохо настроены к советскому союзу это были достаточно враждебно враждебные страны которые плохо относились к советскому союзу еще в 80-е годы в 90-е годы разваливался ну была холодная война и холодная война была между коммунистическими странами и капиталистическими странами коммунистические страны которые восточной европе были советский союз китай были вместе северная корея а капиталистические страны тоже были вместе собственно швеция и финляндия были капиталистическими странами поэтому они в другой другой стороны это я понял какие палки были от швеции они просто плохо относились и критиковали все время и советский союз и все остальное в 90-х это продолжалось 90 когда уже развалился союз советских социалистических республик россии ничего существования тоже россия 90-х как западная страна была да то есть есть был прозападный чиновник президент отношения были более-менее но медведев тоже был медведев периода ну как нет он не был про сам ездил он сам ездил с обамой и так он ездил у него хорошие отношения были до периода хорошие отношения грамотом ельцин был проамериканский то есть он подчинялся он говорил когда ему что-то говорили он это делал а по поводу финляндии и швеции но не всегда было взял под а что он в ельцин например ему что-то говорили что конкретно например при ельцине около 20 или 30 процентов денег из россии уходила в бюджет сша они покупали акции газовых компаний нефтяных компаний нет не было про западным он ездил в вашингтон встречался с президентами говорил боже благослови америка ну да надо так было это не дождь это не значит что он был прозапад нет конечно горбачёв получается президент советского союза 1 после вообще говорил а он тоже говорил боже да боже боже храни америку сложно такой же я про горбачёва не знаю говорил ли он или нет но с горбачёвой развал начался с вами про ельцин говорим есть он прозападный он горбачёв получается тоже в свое время был прозападный хотя это вот видите вы говорите в блоге горбачёва горбачёв тут уже мнение может могут разделить потому что кто-то говорит что он был предателем и агентом цару а кто-то говорит что он просто хотел спасти в итоге все усугубилась и все закончилось для для советского союза поэтому выбрать какую сторону я выберу я не знаю мы собрали на я считаю что горбачёв верноват с другой стороны может быть он хотел спасти все это но не смог это сделать наоборот услугу ситуацию медведев не западный человек потому что медведев был президентом он не подчинялся вашингтон его просто хорошие отношения были он был сам фанатом запада он сам айпады использовал айфоны использовал он со стив джобсом встречался с обамы встречать они вместе бургер ели отношение россии при медведеве достаточно были достаточно чопными вот но он не был прозападным человеком по поводу швеции и финляндии они всегда были прозападными то есть во всех конфликтах между россией и западными странами они всегда занимались сторону запада сейчас то же самое делают поэтому для россии ничего не поменялось а украина она была в 90 годах очень даже союзным государством для россии с россии у них там огромные торговые отношения газовые там отношения были где один из самых дешевых газов путин ходил к учме там кравчуку ходил ющенко ходил порошенко ходил друг другу встречались гости приглашали а вдруг почему-то от стороны украины вдруг превращается во врага и начинают рискок критиковать и отказываться от своего прошлого и россию называть русских не звать не братскими народами оккупантами оказалось что россия на всех нападает оказывается что советский союз угнетал оккупировал территории украины оказалось 14 день победы вообще это куликова что это 14 года вся эта риторика риторика неправдиво это для украины рано или поздно могло бы могло закончить и так и просто им к их предупреждали с четырнадцатого года давайте они на самом деле садим договорим на самом деле на самом деле можно было это все мирным путем лишь как не было необходимости оккупировать или как можно было решить ну как дипломаты должны были работать они не работали будет и мульти развиваться почему все стремятся к отношениям с западным таким знаете технологическим а сколько раз она была попытка договориться с украиной сколько богатых государствами нужно было самой россии развиваться сколько раз была попытка договориться с украинцами вот давайте было бы получилось хорошо не получилось сколько раз порошенко зеленский и вот эти президенты украины сколько раз обвиняли оскорбляли россию сколько раз путин плохо отзывался о порошенко о зеленском и всем остальным так какая разница путина я ни один раз не высказал оскорбление не оскорбление тоже а порошенко все это тоже влияет вы помните недавно это было буквально полгода назад когда си цзиньпин приезжал в америку которого к байден договариваться они байден просто его назвал диктатором и после этого отношения китая еще больше улучшились сам я на когда было что полгода где-то прошло вы можете написать посмотреть в интернете визит си цзиньпиня по-моему в лос-анджелесе и трамп позвал его при встрече не при встрече в общем трамп не трампа байден давал интервью и журналистка спрашивает у байдена выжить это после встречи по моему да вы же назвали байда вы же назвали си цзиньпиня диктатора вы до сих пор так читать он говорит да я считаю что он диктатор и после этого кина и официально уже ответочка кита прилетела там сказали что неуместно говорить что плохое о лидере стран и вот мы то что пошли и пытались все таки мирно договориться и подружиться с сша были неуспешными мы разрываем там какие-то там дипломатические отношения между этими странами после этих тасказов не собственно в мировой ломали не может я есть чтобы они разрывали дипломатическое дипломатические отношения в общем них отношения ухудшились всегда стремится к торгово-экономическим отношениям с китаем с сша до любых какой бы у них там конфликт у них сейчас холодная война они всегда холодная экономическая торговать они всегда будут торговать просто китай занимает те рынки которые раньше даже недавно когда неделю назад дополгу секретарь сша не помню его фамилию нет они друг с другом прекрасно торгуют на миллиарды долларов но он прилетал холодного и наследовался генералом потом говорил с самим председателем и в общем знаете да и только какой был нет нет он посоветовал в общем не помогать россии теперь он советует путину ну если бы он не прислушивался он бы путину не советовал бы поскорее закончить и он имел ввиду поскорее за рынок забираем и закачивать и начать уже к диалогу смотрите си дзиньпинь является президентом полтора миллиардного государства который имеет влияние на половину планеты торговые отношения половина влияния имеет вы думаете он не умный он не знал что не надо поддерживать путину а теперь прислушиваются западным странам это вообще все всем приказывать что надо делать один из самых влиятельных после путина я бы если бы рейтинг самых влиятельных политиков современности на путина второе место занимает по влиянию он нет а первый си дзиньпин занимает это раньше вот может лет пять шесть восемь назад вот тогда да когда вот журнал выходил там times это не ни одного это не означает что это перестал быть влиятельным давайте у нас вы все-таки от темы ушли я пытался вам объяснить а долл одна война с одной темы на другую тему нет нет я просто вернусь рыбе тему холодная война вы говорите что соединенные штаты торгуют с китаем это правда просто у них холодная война знаете в чем заключается заключается в том что китай занимает те рынки которые раньше занимала соединенные штаты америки то есть влияние торгу на торговое влияние военные и политическое влияние соединенных штатов пост потихоньку потихоньку сокращается а влияние дая потихоньку увеличивание вот это вот война идет холодная вот это как не сокращается кто ушел из африки недавно вот африканцы сами выгнали американцев не помню они с афганистана ушли и вот их выгнали с африка какой-то африканской страны не помню какой точно могу назвать ему кузов были если хотите и рак на 40 ушли они то потихоньку будет все монатки собирать и уходить потому что у них своих про у себя проблем много это огромная лобби лоббизм коррупция мигранты наркотики бездомные даже люди начинают возмущаться что вы 60 миллиардов выделять а украина у нас бездомность и больше становится лучше быть построили бы несколько недвижимости и каких-то бездомных афопа в заседании бы туда сша сша вообще не нравится что политика их такая им все можно а им никто ничего за это не делать не это возмущает немного так как стране я прекрасно тушусь в том достаточно большая страна с большим населением очень разнообразная культура там европейская развитая богатый раз китай развитие на самом деле чем сша китай есть много чего интересного чего сша еще нет может быть япония тоже достаточно развитие чем соединенные штаты поэтому в этом плане не такая уже развитая но развитая я согласен это если возьмем шата она считается развитым государством как и россии же ли россия после пока россия тоже считается развитым государством нет как вы определяете развитые а есть список живете развитых потом которые составляют западные страны вы верите этим списком который составляет развитые страны вот сами определяете что такое развитие метро вы можете сравнить же и бесплатного наличия свободного интернета который имеет доступ к половине всем как почти жителям развитая экономика которая 5,5 триллиона по покупательной способности мы занимаем это первые места по атомной энергетике у нас сверх то сверх высокоточное оружие было недавно путин анонсировал первое в мире мы строим ядерную электростанцию разным странам инвестируем тоже в разом включая в казахстан и инвестирует россия россии не следует в таджикистан горную промышленность недавно инвестировала в узбекистан инвестирует поддерживает аналаса нашу последняя последняя что вам запомнилось что он инвестирует оба слоу и казахстану точно не помню слушайте на казахстаном россии точно очень для воли когда с торговое отношение очень огромный огромный торговое отношение любой продукт который я возьму посмотрю на казахском написано это знаете что то ли из россии в казахстане то ли из казахстана просим а но это это из-за таможенного союза таможенный союз не не было там можно огромное нужно там на языках членов писать надо состав там описанная цвет поэтому поэтому что вы хотите сказать этим а как думаете вот казахстан должен поддерживать украину вот тут вот это хотите сказать или нет я придерживаюсь не третит мнение моего президента вот как он говорит в точности я с ним как вы не слышали да вот последний последний я не слышал я говорил он так сказал что буду языка я смотрел все сми вся пропаганда российская пропаганда вся гудела как он мог так сказать но у меня понравилось не только мне всем всем по моему сказал что россия вторглась в чужое государство но мы будем держать нейтральный статус вот так он сказал например не то что он давно говорил вот около два года назад я уже не помню поводу по поводу аннексии оккупации вот он про это говорю по поводу аннексия оккупации это не его проблемы не воде на пускай он решает что в казахстане как это не его дела у него на этом форуме и европейский какой-то экономический какой-то на экономическом форуме ему журнале этот не куратора как тот кто ведет как его назвать не ведущие как в общем его ему задали вопрос он на него ответил это его мнение на экономическом форуме говорим о покупаться это такое себе конечно смотри вы лучше задаете задавайтесь вопросом почему вас 30 процентов ваших казахстанские руды уходят сша приждал чего чего у вас огромные ресурсы нефть воду вы добываете почему-то меня сразу что опережение понимает около 30 процентов я поэтому в 90 каком втором третьем году назарбаев лихоостро начал всех в общем вызывать что же в ронда прибыль британская американские нефтедобывающие компании потому что у нас не было этих технологий я понял остальные куда уходит 30 процентов сша остальные вот допустим вот этот каза там пром наш вся наша отрасль по добыче вот это его вижу они в офшоры в россию все уходит как в россии понимаете в россии у вас монополизируют ваши олигархи казахстанские эти казахстанские олигархи чтобы уходить от налогов и вы знаете отмывая деньги отправлять все в офшоры джаки джаки шефис он отсидел вот как раз таки по по отстаиванию он отстаивал интересы именно по добыче по добыче этого ресурса он отстаивал в общем и по заказу путина его посадили докажите по заказу будина докажите но вы такие вопросы задаете будете ли не вмешивать конечно я не докажу но слушайте путин не вмешивается казахстан если вы будете вмешаться бы в казахстан от вас бы тоже бы забрали за вашим вы же свободно говорите свое мнение нервного в интернете говорить вам ничего за это не помешал вы не первый и последний из казахстана который за украину больше и суть украину и не за россию я за мир хочу я единственная обсуждаю путина за то что он а зеленского и найти что зеленского осуждаете за что его осуждать он что баланс эти втором году он начал бомбить донецкую народную республику и луганскую народную республику до бомбить это все написано можете зайти посмотреть мустафа я что хочу сказать можно удобнее в одессе сожгли люди можно голову и решила быть это думайте о том что в одессе сожгли людей украинские националисты это сделали который поддерживает зеленского не четырнадцатом году сожгли людей обычных которые почему-то вы осуждаете путину не он не осуждаете украинских националистов либо же зеленского интересно получается там зажигали это не уже не националисты а нацисты которые поддерживают зеленский нацисты да не зеленского тогда зеленского него сейчас эти нацисты есть можно проводить россии в россии тоже есть нацисты знаете назовите мне несколько нацистов которые вы знаете известных нацистов не знаю людей которые руководящей должности имеют там я не знаю рос рос роскосмос как его фамилия пухленький такой нацист пухленький да как он отделили что нацист я видел видеокадры где он в общем в этот как он спикера фонда это 2009 20 лет назад нам что-то прикрыть ему это надо да да конечно там на фоне нацистов 2020 лет назад 30 лет назад где-то нацизм действительно был и в россии и в украине в казахстане процветал были скинхеды по национальным признакам избивали людей это было сейчас этого нет сейчас за это срок за определенная недавно жительница и пути по поводу школьники вот я скажу вам пример в москве в метро то жительницу якутии ягодка по национальности женщина была какие-то школьники пристали сказали россия для русских москва для москвичей все остальное она пошла так по написала заявление этих школьников уже взяли по моему штрафовали то ли что сделали с ними вот банальный пример того но наверное по национальному признаку нельзя ущемлять людей за это срок дают определить это не только в россии это везде есть есть закон что вот по такому-то вот принципу нельзя к навальному как относится к навальному к навальному он же ведь тоже да такой был шовинист шовинист что он мне не особо так нравился мне больше нравился этот немцов борис вот он очень не знать я слушал его жилья жириновского крайне как они немецкий человек это поколение олигархов 90-х или вот люди которые имеют большое влияние в 90-х которые потеряли это влияние при путине и борис пытается немцов когда не был олигархом он не был олигархом но это такое поколение политиков 90 которые имели какое-то влияние если всех этих либералов спросить когда было лучше они скажут что 90 было лучше знаете почему тот же самый ходорковский скажет что в 90-х было лучше потому что было якобы свободы на самом деле в 90-х у них были огромные деньги у них были миллиарды долларов они прекрасно жили поэтому они скажут что в 90-х было лучше на самом деле люди голодали их мнение лучше их мнение лучше не прислушиваться и пропускать немцов он выступал за это все немцов был до действительно таким немцов по моему он выступал за того что падающий падающий на нервы газпромы от акции газпрома продавать свободно на бирже международному чтобы страны с разных стран покупали акции газпрома это плохо это национальное достояние россии не должно покупаться каким-то левыми странами пути именно этим занимается что запрещено акции газпрома продавать например американцу тот же самый пытался сделать ходорковский пытался продать акции своей компании в то время как он там назывался не помню его арестовали 10 лет посадили в тюрьму вполне справедливо надо было по жизни поставить таким как он сформировал оппозицию и теперь спонсирует оппозицию которая находится европе все телеканал должен настоящее время ради свободы это все спонсируется частично соединенных штатами частично а нарковский вы вам можно такой вопрос вам сколько лет двадцать четыре двадцать четыре вы работаете эти студент мои я радуюсь в университете международное отношение а какие языки изучать английский немецкий совершенство владеть английский да могу разговаривать немецкий немножко хуже но и пытаюсь английских уровень у вас а про интермедиат это c21 и c2 не помню как у нас и один c2 не было у нас был геймера когда его на 3 что когда начали изучать английский 8 9 класс 8 9 класс и апер интермедиат к этому к вашему потому что я потому что на руках построил к после того как я поступал в универе я уже не 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 учил ничего я сам просто сейчас поддерживал чтобы не забыли их странах вы были я был в казахстане прекрасная страна кстати нет я бывал в узбекистане дальние дальние зарубежья далее зарубежья не было еще у меня денег нет я студент обычный который после первого курса отказ дошел из дома спонсируют вам выберите одну страну куда бы вы поехали жители путешествует нет не жить просто посмотреть путешествия я первую очередь германию и сша хочу посмотреть потому что разные люди по-разному разговаривают говорят что там хорошо живут что там плохо живут пойду посмотрю своими глазами как там на самом деле люди живут уже свое мнение окончательно сформировать вот а я считаю что в россии прекрасно живется во-первых моя родина я тут получаю образование собственно я буду нужно своей стране уезжать я не собираюсь потому что для того чтобы уехать для того чтобы хорошую работу получить нужно язык знать диплом этой страны получить и гражданство без этих трех ты никуда ничего не делать не будешь заниматься я читаю на больше особенно в россии что 4 пункт вы забыли который архиважен в россии какой же кумовство кумовство он есть и только в россии во многих странах он присутствует тот же самом голливуде только по знакомым берут в разные роли главные у многих актеров например нету актерского образования но они вышли топовые актеры например углу джонни деппа например леонардо дикаприо который с детства сниматься в фильмах них куда актерского образования во всем мире кумовство используется на самом деле не только в россии пойдемте дальше все хватит я устал ребят